Кувшинки Добрый день, меня зовут Анна, я сотрудница компании Прекрасные сады. И сегодня я вам расскажу, как правильно подкармливать кувшинки. Кувшинки являются растением, которое в вегетационный период потребляет большое количество питательных элементов. Если кувшинки высажены в естественном водоем с естественным грунтом, проблема с питанием решается сама собой. Но, как правило, у нас небольшие дачные участки и небольшие водоемы, в которых мы высаживаем кувшинки в горшках. Так как кувшинки мы выращиваем в горшках, в которых ограниченное количество питательных элементов необходимо в весь вегетационный период их подкармливать. Либо необходимо пересаживать кувшинки в горшки большего объема с частичным заменой грунта. Но, так как кувшинки разрастаются, горшки становятся больше, питательных элементов становятся больше. Со временем горшки будут абсолютно неподъемными, это будет неудобно. И именно поэтому пересадку иногда можно заменить подкормкой. Условно можно разделить удобрения на два типа. Первый из которых наш, отечественный, суперфосфат или нитроаммофоска. Либо второе удобрение. Удобрение прелонгированное действие с контролируемым высвобождением питательных элементов, такой как осмокод. Классические удобрения типа нитроаммофоски обжигают корневую систему при прямом контакте. Для этого мы делаем импровизированные конвертики из бумаги. Помещаем в конвертик примерно 15 грамм удобрения. И сворачиваем в конверт. Теперь эти конвертики нужно поместить в зону всасывающих корней. Чтобы не повредились корни, листья и соцветия растений. С двух сторон. В течение пролонгированного действия осмокод. Вносим мы его немножко по-другому. Можем это сделать подручными материалами, например, черенком лопаты. Углубляем примерно на 15 сантиметров. Делаем отверстие. Затем вносим удобрение. Примерно 15 грамм. И высыпаем его в углубление. Если необходимо закрыть удобрение, можем использовать чернозем. Если этого не требуется, можем просто закрыть илом. Подкормленные таким способом кувшинки скоро начнут свисти и ратовать глаз. Примерно 15 грамм. Продолжение следует...